В раю говорят климат лучше, зато в аду компания веселее, но это так лирическое отступление. Сразу хочу пояснить вам, дорогие зрители, почему желание сделать данный спецпроект возникло именно сейчас, вот прям в данную минуту, а все достаточно просто. На Медне я увидел в соцсетях вот это вот видеообращение главы Росгвардии Золотова к нашему несгибаемому ютюб-оппозиционеру Алексею Навальному и был, мягко говоря, шокирован, как и многие из вас. Для тех, кто не знает, о чем речь, вот фрагмент того кино. Я бы не стал с вами разговаривать, если вы были бы человеком с улицы. Но вы же человек с президентскими амбициями. Вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам, правда, часто в него плюют, но для вас что это? Все равно, что божья роса, правда? Но сперва давайте напомню, с чего началась заводка. А дело в том, что некоторое время назад Алексей Анатольевич вместе со своими коллегами из ФБК выкинули в Рунет очередной видеоролик, в котором прямо обвинили господина Золотова в коррупции. В ролике том шла речь о поставках росгвардейцам продуктов питания, о том, что закупаются харчи для бойцов под уже завышенным ценом. В конечном итоге Навальный подталкивает зрителя к выводу, ворует, мол, господин Золотов и даже озвучивает это дело. Дальше традиционно яхты Золотова, дома Золотова, счета Золотова. Короче, общее резюме, коррупционер, каких еще поискать. А вот сейчас стоп. Господа, как думаете, каким образом на подобное жесткое, не побоюсь этого слова, обвинение должен был отреагировать чиновник уровня главы Росгвардии генерал? Особенно, если все это оказалось неправдой, да даже если и правдой в нашем-то государстве, где силовики, как правило, ведут себя исключительно таким вот образом с людьми. Да я уверен, если бы подобный ролик в эфиры выдал любой другой блогер или журналист, в лучшем случае кошмарить бы начали. В худшем, почки своей бы сушил на одной веревке с грибами на зиму, либо на нарах уже чалился по какой-нибудь из статей в нашем бездонном кодексе. А тут ничего. Ни тебе обысков, ни судебных исков, ни даже хотя бы жалобы в правоохранительные органы с просьбой разобраться. Вместо этого какое-то видеообращение в Ютьюбе, в котором дрожащим голосом я вызываю вас на рынок, а если не придете, буду считать слезняком, прям как в прошлый раз. Помните, когда господин Алексей на второе лицо в государстве наехал, а итог тьфу на тебя и штраф в один рубль. Вот мне и подумалось, хуиз мистер Навальный, единственный россиянин, которому все сходит с рук, я имею в виду из простых смертных или непростых. Это специальный проект реальной журналистики, программа Вести без Дмитрия Киселева. После долгих летних каникул мы снова с вами и попытаемся сейчас разобраться во всем этом барахле. Поехали! Вообще в отношении Алексея Анатольевича вопросы возникают давно и у многих, и я тоже не исключение. Например, я хоть убей, не понимаю, почему в Барнауле сегодня судят девушку, у которой всего-навсего на странице ВКонтакте, помимо прочего, нашли пару безобидных фотографий времен Великой Отечественной войны. На одной из этих фотографий запечатлен дядька со свастикой, и теперь ее судят, мол, экстремистка. Моя знакомая Евгения Чудновец. Общественные деятели заноза в заднице для отдельных чиновников из Курганской области отсидела в тюрьме несколько месяцев. По приговору суда за какой-то вшивый репост с полуголым ребенком, мол, детскую порнографию распространяла. Впечатлительные зрители Мальцевской артподготовки ушли на реальные срока по уголовке, как террористы. И только с Анатольевича, как с гуся вода. Премьера Димона назвал жуликом, а пусть гуляет, у нас же демократия, тьфу на тебя. Генерала Золотова вором, на ринг его вызовемили, пусть ходит с клеймом. Слизняк по жизни на митинги несанкционированный человек народ призывает. Москвичи, гости столицы и все, кто хочет участвовать в антикоррупционной акции в Москве, приходите на Тверскую в 14 часов. Никакого проспекта Сахарова нет. И опять ничего, 15-30 суток ареста и лети в родной дом сизым голубем. Парень, причем призывает парень народ выходить на эти несанкционированные митинги вот уже два года хряду и хоть бы хны ему. Это при том, что господин оппозиционер-то под условным сроком ходит. Если кто не знает, что такое условный срок, да там дорогу в неположенном месте попробуй перейти и все. Условный срок в реальный тут же превратится. Я понимаю отлично, что сейчас любое административное правонарушение, переход ту же улицу в неположенном месте, могут превратить условный срок в реальный. А вот только и в случаях с призывами к несанкционированным митингам ангел-хранитель Навального упорно оберегает. Я, ребят, просто завидую невероятному везению данного господина. Прям попросить этого везения немножечко хочется. Кстати, о сроке. А никому не кажется странным, что несмотря на судимость, Алексей Анатольевич по-прежнему продолжает куда-то выдвигаться, куда-то баллотироваться, в том числе в президенты. Разъезжает по всей стране, с избирателями встречи проводит, съезды сторонников. Подписи в свою поддержку собирает и никто ему слово против не говорит. Памфилова только в оконцовке. Так у вас же судимость непогашенная, куда вы решили избираться? А до этого такое ощущение складывалось, что никто в России о судимости то и не знал. Крайнюю кампанию человек год вел, и только глава ЦИК в последний момент во всем разобралась. Ах да, я же о судимости и о невозможности выдвижения YouTube оппозиционера куда-либо. Так вот, рассказываю вам, ребята, чтобы вопросов лишних ни у кого потом не возникало, а приговорили Анатолича. Еще в 2013 году по делу о Кироплесе там хищения какие-то нашли. Ну, что, уважаемые друзья, наше замечательное судебное заседание, похоже на телесериал, а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания, оно подходит к концу. Здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбиться, вот называя это телевизионным сериалом, потому что, ну, это действительно похоже на телевизионный сериал, и вряд ли кто-то из нас присутствовал при таком мероприятии или будет присутствовать при таком мероприятии. Не будем сейчас вдаваться в подробности об объективности того процесса. Я, потому что в российское правосудие, и сам не верю, вы знаете, забавно в данном случае совсем другое. Всех фигурантов того дела приговорили к реальным срокам, и только Навального к условному. Опять повезло. Дальше больше. В 2016-м Европейский суд по правам человека решение Кировского суда от 13-го года рекомендует отменить. Причем, обратите внимание, только в отношении Алексея Навального. Остальных фигурантов оно не касалось. Верховный суд РФ идет навстречу европейским коллегам. Хотя мог бы и не идти, поскольку Россия так и не ратифицировала Конвенцию Старого Света об общем праве. Но, повторюсь, Верховный суд России следует рекомендациям гееропейцев. Приговор Алексею отменяют. Но уже в феврале 17-го Киров снова приговаривает оппозиционера к пяти годам. И снова условно. В средстве чего Анатольевич вроде как снова лишается своих политических амбиций. Но не тут-то было. Вот-вот-вот. Вот эту сказку Леша и давай толкать своим сторонникам. Мол, я же не нахожусь в местах лишения свободы. Почему меня не допускают до выбора? Хотя, как юрист, он, конечно, не может не знать, что по факту он именно в местах лишения свободы сейчас находится, правда, условно. Суд решил, потому что оппозиционер не опасен для общества, поэтому разрешил отбывать ему наказание вне зоновских стен. Вот только это отнюдь не значит, что парня тупо простили, и он гуляет как та кошка. Повторюсь, юридически Алексей Навальный сидит в данный момент в тюрьме и сидеть ему там до 2022 года. Но наш герой предпочитает врать всему миру, что это не так, дискредитируя при этом всю верхушку страны, в том числе судебную систему. И ему опять за это не прилетает удивительно. Теперь о митингах. В России за последние пару лет не было ни одного митинга, которому бы не призывал Навальный, или к которому бы оппозиционер не примазался. У него вообще дар оседлать хайповую тему, обставить все так, как будто бы идея протеста исходит именно от него. Правда, сам Навальный на тех митингах практически никогда не появляется. Его, как правило, задерживают еще до начала протестов, причем всегда неожиданно. Одно время постоянного подъезда человека поджидали полицаи. Он только шесть на улицу, а там злодеи. Леша думал, может в следующий раз злодеев не будет, снова митинг, снова только за дверь. А там опять полиционеры и опять задержание. Тогда он решил их обмануть, запутать, поэтому стал перед началом акции протеста перед автозаками прогуливаться. Надеялся, хоть так не заметят, нет собака серая, и тут подловили, в общем, однажды. Не трогай, не трогай. Очередной митинг Навального прошел 9 сентября в единый день голосования. Ну как митинг Навального? Вообще историю с протестами против пенсионной реформы раскачали коммунисты, СССР и удальцов. Когда Леша понял, что и тут можно хайпануть, он тоже в тему врубился, но все в конце концов пошло как всегда. Незадолго до митинга Алексей снова сел. Сам протест в очередной раз превратился во что-то неуправляемое из разряда кто в лес, кто под рова. В общем, о пенсионной реформе 9 числа на тех акциях ни слова, ни полслова никто не сказал. Кричали про Путин вор, про Медведева в отставку, про позор-позор, еще какую-то фигню. В общем, про все на свете, кроме пенсионной реформы. Это для чего было сделано? Хотя меня другой момент позабавил. Хочу вам сейчас показать еще одного пассажира. Нас всех слышат в наушниках и выкладывают переговоры прямую в стриме. Менты явно смущены тем, что мы их слушаем и выкладываем их переговоры в стриме. Привет вам, дорогие сотрудники полиции. Еще не поздно перейти на сторону народа. Да, вы не ошиблись. На данных кадрах вы видите господина Волкова. По сути, этот человек является правой рукой Алексея Анатольевича. И если вот так вот пофантазировать, в случае избрания Ютьюба-позиционера на пост президента, будет претендовать на место Димона, премьера. То есть, тогда я одного понять не могу. Почему второй человек в команде Навального в день проведения всероссийской акции протеста, которую они сами же и нарулили, находится не на площади с людьми, а сидит в студии и выполняет функции диктора телеведущего? А кто на митинге процессом руководит? Вот я бывший военный, и в армии есть золотое правило. Не бывает такого, что командир отсутствует. Даже если он отсутствует, заболел, например, всегда есть кто-то, кто возьмет на себя исполнение обязанностей этого командира, то есть подменит. В данном же случае, ну, странно, как-то получается. Вы людей позвали, а дальше давайте сами, ребята, а мы будем в инете все это дело отслеживать, как вас месят. Итог. Очередной митинг ни о чем, или, если совсем по-русски, очередной слитый протест. Опять вышли, поорали, причем даже не по заявленной повестке, все. Ребят, вот именно поэтому я в свое время в Алексея Анатольевича и разочаровался. Я реально перестал понимать, какие цели этот человек преследует. Митинги – провал за провалом. Выборы – провал за провалом. Ну и в остальном тоже косяк за косяком. Че он делает? Блогером работает? Тогда зачем лепит Горбатого, что он еще и какой-то политик? Сиди и веди свой блог, а в политику не лезь, а то... Да я! Да как! Да ух! А на выходе – пшик! Зачем народу мозги пудрить и чесать, что ты какой-то там лидер, способный что-то изменить? Причем, обратите внимание, я ведь не единственный, кто сегодня об этом говорит. Мои коллеги также возмущены. Последний из магикан, старовер Дима Камикадзе, единственный из всех из нас интернет-блогеров и журналистов, кто до последнего момента верил в Навального, и тот сдался, сказал, «Лед, Леша, не политик, ты, пожалуйста». Соответственно, сегодня для меня Навальный из политика, которым он когда-то был для меня до недавнего времени, превращается в обычного блогера, прекрасного аналитика, расследователя. Но с точки зрения политики человек замкнулся в этом круге, он ничего не меняет, никаких результатов нет. А если нет результатов, это значит, деятельность ни к чему не приводит. Я конкретно говорю про выходы на улицы. Что касается расследований, прекрасно, я буду продолжать смотреть, буду продолжать лайкать, репостить в паблик. Хотя и в отношении расследований-то тоже совсем громко, я бы не аплодировал. Про себя, например, я расследование в БК давным-давно называю программой «Максимум в лайтовом варианте». Помните, была такая на НТВ, ну, в ней еще сюжеты забавные показывали. Пошел, вот помню, корреспондент той программы в здании Государственной Думы на Охотном Ряду. Ага, заглянул там в общий туалет, затем достал какую-то бумажку, снял этой бумажкой пыль с ободка унитаза в пакетике. О, чудо! Экспертиза впоследствии обнаружила в той пыли кокаин программа «Максимум», скандалы, интриги, расследования. Расследование касается всех. Впрочем, здесь-то у меня как раз меньше всего претензий, и я все про расследование Навального. Пусть хоть так. Часто бездоказательно, но я ведь и сам прекрасно понимаю, насколько сложно в подобных историях добывать неопровержимые улики, и небезопасно это, кстати, поэтому повторюсь, пусть хоть так, потому что народ должен знать своих героев в лицо. Мне другое не ясно, и с этого я как раз начал программу. Алексей Анатольевич уже открыто пацанов с жуликами и ворами, называет с именами и фамилиями, невзирая на их чины и звания, а ему ответ только из кустиков. Пальчиком грозят, либо таким вот образом. Что же касается моего персонального отношения к этому, ну, знаете, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работаю, и когда я президентом работал, и в правительстве, когда я работаю, если я каждый раз бы реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то у меня просто бы не хватило на нормальную работу. Либо так, как это сделал господин Золотов. Намерясь, что не менее смешно, такой из мистера Навального и кто за ним стоит, мы попытались разобраться, информацию я вам дал, ну, а дальше переваривайте. Все. Это был спецпроект реальной журналистики «Вести без Дмитрия Киселева». Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее сверху. Полезного и интересного, больше в разы. Заходите, просвещайтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть чем поживиться, не разочаруетесь. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин